Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов. Сегодня мы немного поговорим о среде программирования Embarcadero Delphi, научимся ее устанавливать, удалять и рассмотрим некоторые ее характерные особенности. А перед тем, как мы начнем, поставь палец вверх, подпишись на канал, нажми на колокольчик и подпишись на все группы в социальных сетях. Разработкой среды в разное время занимались разные американские компании. Borland, CodeJir Embarcadero. Далее предлагаю рассмотреть особенности среды программирования Embarcadero Delphi. Delphi – это рад среда программирования на языке Object Pascal, он же Delphi, с возможностью быстрого создания окон и их интерфейса, с минимальным написанием кода, поддержкой многих компонентов, библиотек, заготовок и полезностей. Выпускается Delphi с 1995 года, поддерживается внутри среды программирования на языке Object Pascal, он же Delphi, и языке Assembler. Работает в операционной системе Windows. Умеет компилироваться под Windows, в том числе Windows 11 Linux, macOS, Android, iOS. Среди особенностей можно отметить кроссплатформенную библиотеку FireMonkey. Delphi умеет взаимодействовать с огромным количеством самых разных баз данных, а библиотека FireDuck помогает при работе с этими базами данных. Имеется поддержка как DirectX, так и OpenGL различных версий. Добавлены два типа данных – FixedInt – 32-битная целая со знаком, и FixedUint – 32-битная целая без знака, которые не зависят от платформы, под которую вы программируете. Компилятор Delphi получил возможность использования инлайн-переменных. Можно инициализировать константы с помощью выражений. Имеются улучшения для приложений на мониторах 4К. И интеграция с новым WebView на базе Chromium при создании веб-приложений. Управление памятью в Delphi стандартизовано на всех поддерживаемых платформах. Delphi CodeInsight помогает по работе с большими проектами. Тип данных Record теперь поддерживает произвольную инициализацию, финализацию и операции копирования. Встроена библиотека The Parallel Programming Library – PPL. Поддерживаются мониторы высокого разрешения как самой средой, так и проектами 4К+. Класс и запись Helper – это расширение класса и записей без использования наследования, автоформатирования, подсветка и проверка кода в реальном времени. Среда Delphi является коммерческим платным продуктом и распространяется по разным лицензиям. Они действуют как подписка на год, которую каждый год необходимо продлевать. О каждой версии среды вы можете почитать детально на сайте компании Embarcadero. На данном изображении показаны текущие цены с описанием каждой версии. Но есть и условно-бесплатная версия среды, которая отлично подойдет многим начинающим программистам. Она называется Community Edition. Некоторые возможности в ней недоступны, но тех возможностей, которые в ней есть, более чем достаточно многим начинающим разработчикам. Главное условие за данную версию не нужно платить до тех пор, пока ваши проекты не начнут приносить прибыль больше 5000 долларов в год. В этом случае вам будет необходимо приобрести одну из платных лицензий. Как получить версию Community Edition бесплатно, смотрите далее в видео со скачиванием и установкой среды. Также присутствует возможность скачать лицензионную версию Delphi Architect Edition абсолютно бесплатно, но как триал версию на 30 дней для тестирования и ознакомления с возможностями этой версии. Для того, чтобы скачать Delphi необходимо в строке поисков в поисковой системе ввести запросы Embarcadero Delphi. Далее находим сайт компании Embarcadero и переходим на него. Перейдя на сайт, мы видим сразу же рекламу новой версии Delphi. Здесь мы можем почитать о ее возможностях. Внизу сайта можно нажать на надпись Delphi, чтобы перейти на страницу с продуктами Delphi. Либо вверху сайта можно в выпадающем списке выбрать бесплатные продукты, среди которых есть и Delphi Community Edition. Выбираем Delphi и переходим на страницу, которая нас знакомит с особенностями данной версии. Здесь можно подробно почитать, а затем нажимаем на одну из кнопок «Получить Community Edition бесплатно». Мы окажемся на странице, где нас просят заполнить форму с нашими данными. Нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, придумать пароль на этом сайте и ввести его дважды. Если вы состоите в какой-то компании, то напишите ее название, если нет, оставляйте это поле пустым. Далее необходимо указать номер своего телефона и в выпадающем списке выбрать страну, в которой вы проживаете. После этого ставим галочку напротив согласия лицензионного соглашения и что мы согласны с условиями акции и так далее. Также ставим галочку «Я не робот» и когда появится зеленая галочка, нажимаем кнопку «Загрузить». Далее вам будет выдано сообщение, что вам отправлено письмо на электронную почту. Вам нужно зайти в вашу электронную почту, найти письмо от компании Ambarcadero, либо во входящих сообщениях, либо в папке «Спам». Открываем это сообщение и видим там наши данные для сайта Ambarcadero. Лицензионный ключ или серийный номер для Delphi Community Edition и ссылку для скачивания данной версии Delphi. Переходим по ссылке для скачивания и скачиваем среду программирования. После того, как версия скачена, запускаем файл «Установщик», соглашаемся с требованиями, проставляя галочки. Выбираем, на какой локальный диск будет установлена текущая версия Delphi. По умолчанию это локальный диск с C. Когда установщик спросит, есть ли у вас лицензионный ключ или серийный номер, выберите второй вариант, что серийный номер у вас имеется. Затем нажмите на кнопочку «Install» и дождитесь появления окна, в котором просят ввести свой серийный номер. Только не нажимайте кнопочку «Advanced», так как после ее закрытия у вас может выбить ошибку и установка будет прекращена. В этом случае придется начинать установку заново, поэтому при появлении окна с вводом серийного номера введите серийный номер и нажмите кнопочку «Register». Тогда установка пройдет правильно. На финальном этапе установки появится новое окно, в котором вам будет предложено установить новые пакеты в среду программирования. Поставьте галочки напротив тех операционных систем, для которых вы будете создавать приложения в будущем – Windows, macOS, iOS или Android. Обратите внимание, что когда вы ставите или убираете галочки напротив нужных пакетов, снизу меняется показатель необходимого места на жестком диске для установки на компьютер. После того, как необходимые галочки проставлены, нажмите кнопочку «Continue». Откроется следующий этап проставления галочек. Если вам необходима локализация интерфейса не на английском языке, а на одном из предложенных, то отметьте нужный язык галочкой. Также, проставив галочку напротив пункта «Samples», вместе со средой будут установлены и программные примеры. Пункт «Help» отвечает за наличие справочных материалов в среде. Желательно эту галочку тоже установить. Остальные пункты отвечают за дополнительные библиотеки для среды. Например, Android SDK и NDK необходимы для создания приложений под Android. Interbase нужна для работы с некоторыми базами данных и так далее. Обратите внимание, что запрашиваем место на жестком диске, также меняется с проставлением галочек. Нажмите кнопочку «Install». В ходе установки могут появляться дополнительные окна с установкой выбранных библиотек. В моем случае это Android SDK и NDK. Там нужно согласиться с лицензией и нажать «Установить». В конце установки должно появиться сообщение об успешной установке и будет активна кнопочка «Start working». Нажимаем на нее. После этого начнется запуск среды программирования и в процессе запуска будет показано, сколько еще дней ваш серийный номер будет действовать. При первом запуске еще появится окно, где можно будет выбрать папку для сохраняемых проектов и некоторые другие вспомогательные настройки. Их можно будет в дальнейшем изменить. Далее можно создавать новый проект и начинать программировать и проектировать приложение. На этом этап установки и настройки среды программирования Delphi Community Edition можно считать законченным. Теперь поговорим о том, как же удалить среду Delphi, если она оказалась больше не нужна. Первый вариант работает так же, как и установка. Запускаете файл установщик Delphi и соглашаетесь с удалением текущей среды программирования и нажимаете на кнопку Uninstall. Второй вариант удаления делается через пуск. Выбираем панель управления, параметры или конфигурация, либо в строке поиска можно вписать установка удаления программ или программы. В списке установленных программ найдите вашу версию RAD Studio или Delphi. Кликните по ней и нажмите кнопку удалить или деинсталлировать. Также можно воспользоваться специализированными программами типа Uninstall Tool или C-Cleaner, как в моем случае. Запускаем программу, выбираем пункт инструменты, далее вкладка удаления программ, находим в списке нужную программу, выбираем пункт деинсталляция, при нажатии правой кнопочкой по программе, либо же справа нажимаем такую же кнопочку деинсталляции. Запоминайте, куда вы устанавливаете вашу среду Delphi для того, чтобы иметь возможность удалить ее и вручную. В моем случае я захожу на мой компьютер на локальный диск C, захожу в папку Program Files x86, нахожу там папку с Delphi, например Embarcadero, затем папочка Studio, затем папка с номером версии студии и внутри этой папки будет файл Uninstall, запустив который и начнется автоматическое удаление среды программирования с компьютером. Но даже после удаления среды с компьютера вам нужно будет вручную удалить оставшиеся папки и файлы с места, где был установлен Delphi. Также на локальном диске C перейдите в папку Документы и там удалите папку Embarcadero, но убедитесь, что там нет важных для вас файлов и проектов. Также перейдите в мой компьютер и нажмите клавишу Alt и вверху в меню папки выберите Параметры папок. В открывшемся окне перейдите на вкладку Вид и пролистав вниз найдите пункт Показывать скрытые файлы и папки. Активируйте его. После этого на локальном диске C перейдите в папку Пользователи, выберите там папку с именем текущего пользователя, под именем которого вы пользуетесь компьютером. Зайдите в папку AppData, в ней перейдите в папку Local, также AppData может называться как ApplicationData и удалите там папку Embarcadero, папочки Local. Затем вернитесь немного назад и перейдите в папку Roaming, там тоже нужно удалить папку Embarcadero. Затем снова перейдите на локальный диск C, зайдите в папку Program Data, по умолчанию она была скрытой, и там тоже нужно удалить папочку Embarcadero. И небольшой совет в конце. После того, как вы удаляете с компьютера какие-то программы, не забывайте чистить реестр операционной системы одной или несколькими специализированными программами, которые могут дополнять друг друга. Например, с помощью Ccleaner запускаем программу, выбираем вкладку Реестр и нажимаем на кнопку Поиска проблем. Дожидаемся, пока станет активной кнопкой посмотреть выбранные проблемы и нажимаем на нее. Отказываемся от резервного копирования и удаляем все проблемы. Желательно такую процедуру проделать несколько раз подряд. На этом у меня все. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить палец вверх под видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и пишите комментарии под видео. Это важно для продвижения видео на ютубе. До встречи в следующих видео. Всем пока!